Друзья мои, ну а мы продолжаем и хочется, чтобы ваше утро было по-настоящему прекрасным. И гости у нас не заканчиваются, у нас в студии очень уважаемый, заслуженный гость. Я могу сказать, что сегодня с большим удовольствием представляю вашему вниманию заслуженного деятеля культуры Республики Казахстан, Растан Курманов. Сегодня у нас в гостях. И на самом деле, не знаю кто как, но мы в Кустанайской области признаем ваше творчество всецело и очень любим то, что вы делаете. Здравствуйте, Растан. Здравствуйте. Санамасамах, комбатеже листер. Здравствуйте, добрые друзья. С добрым утром. Очень приятно, что вы посетили нас сегодня утром. Спасибо за то, что нашли время в суете, в той подготовке, которая сейчас идет глобально, к большому и важному мероприятию, которое будет буквально через два дня. Расскажите о том, что нас ждет. Ну, просто очень много времени прошло с моего первого концерта и люди потихоньку спрашивают. Я хоть периодически выступаю, провожу концерты, но такого отчетного не было. Пора уже отчитаться перед народом, что идет, в каком направлении, что поем, мне самому очень будет приятно услышать, что люди хотят услышать. И одной, скажем так, дате, все-таки посвящен концертам. Вот. Если у нас есть определенного рода дата, давайте внесем небольшую интригу в сегодняшнюю нашу встречу. Я знаю, что у вас есть два билета на ваш концерт, который вы приготовили для наших телезрителей. И вот сейчас есть вопрос, который мы также зададим. Друзья мои, у нас уже был один вопрос, который я задал перед тем, как начались гостевые включения. Он не аннулируется. Там будет разыгран пригласительный кукольный театр. А вот сейчас вопрос от Растана Курманова и два билета на его концерт, который состоится 26 числа в областной филармонии. Очень грандиозное событие. Туда два билета. Сейчас мы будем разыгрывать. Внимание, вопрос от Растана Курманова прямо сейчас. Ну, это вопрос связан с песней «Кустанай». Когда впервые прозвучала песня «Кустанай в Кустанай»? Когда впервые прозвучала песня «Кустанай в Кустанай»? Еще, наверное, в вашем исполнении. Ну, естественно, да. Песня Растана Курманова очень известная, всеми нами любимая. И, в первую очередь, у меня лично, когда я начинаю говорить про «Кустанай», мне ассоциируется именно с вашей песней. Вот так сложилась уже многолетняя традиция. На самом деле, эта песня стала знаковой для меня. Она стала как визитной карточкой, скажем так, что ли, моей. И на самом деле, потому что эта песня максимально отражает нашу необъемную любовь, необъятную любовь к нашему замечательному краю Кустанайскому, к его людям, к его природе вообще. Поэтому, когда песня зазвучала, она сама стала как бы вот проводником меня в обществе и так далее. И обратной реакции также общества. И надо сказать, что одной из первых компаний, которая постоянно транслировала эту песню по радио, это была «Алау». То есть, не одной, а именно «Алау» транслировала именно Кустанай песню по утрам, особенно с восьми часов утра. То есть, начинался эфир и начинался именно с этой песни. И очень много людей говорили, как только включая радость, слышу Арестана Курманова. Вот видите, это очень приятно. Вот нам всегда самим просто было очень приятно, что есть такие композиции у вас. Но давайте вернемся пока к концерту. Пока люди нам на WhatsApp пишут варианты ответов. И мы посмотрим, приходят ли к нам такие. Да, есть. Есть несколько вариантов ответа. Пусть они пока копятся. Об этом мы сейчас обсудим. Ну, а пока расскажите о мероприятии. Как на сегодняшний день проходит подготовка для начала? Ну, очень, всегда это очень суетно, это очень нервозно. Ну, во всяком случае, мандраж конкретный. Я представляю, я вчера впервые на сцене попробовал, значит, свести то, что я хотел. Значит, ну, естественно, вот в полтора часа не вмещается все, что я хотел показать. Приходится какие-то песни убирать. Они дороги. Значит, выбираешь, что бы сделать так, чтобы было максимально интересно зрителю. Значит, и что-то донести. Из моего прошлого концерта всего две песни будут. Они просто максимально просто атакованы. Меня люди атакуют, чтобы эти, как минимум, чтобы эти песни были по-любому. Значит, о них тоже секрет, значит. Ну, во всяком случае, эти две песни, ну, еще есть одна песня, о которой чуть-чуть скажу позже. Как только они появились у меня, они стали, ну, просто люди, где бы ни появлялся, как минимум, всегда прости именно эти две песни. Вообще для меня, вот, я бы сказал, что знаковые, что ли, любимые песни, которые, значит, в каком-то образе сыграли мою роль в моей жизни. Ну, две песни обязательно. Песня Костанай. А Костанай – это песня Костанай, Костанай, которую я пою, Ахалдвеку Шеяхметова, Дамира Калкаева. И вторая песня «Костанай, город юности нашей», которую написали покойный поэт, сейчас скажу, и замечательный наш композитор Андрей Коротченко. Значит, буквально сразу же на первом конкурсе композиторов в Костанайской области, значит, именно компания «Алау» был нам, значит, подарен свой приз, значит, и тоже понравилась эта песня. И она стала тоже, как бы, ну, всеми узнаваема, она до сих пор звучит в эфире. И мне было очень приятно, когда в прошлом году по приглашению Акима области я попал на наш главный концерт, на главной площадке республики, на Экспо, и звучали именно эти песни. Одна, во-первых, звучала за саундтреком «Костанай, город юности нашей», первая звучала, значит, а вторая звучала со сценой «Костанай». Поэтому я очень этим двум песням, мои родные, это мои любимые, и я думаю, что я буду петь еще не один год. Но в целом полтора часа программы, если не брать в расчет эти две песни, это новый посыл, который вы подготовили для всех тех, кто любит ваше творчество. Нет, это не новые песни. Вот именно первый концерт у меня был из моих собственных песен, то здесь их будет немного песен, значит, у нас будет одна премьера, премьера будет тоже, будет «Не любишься сюрпиз», премьера, значит, наших кустанайских авторов, это замечательная наша народная кын Асяя Биркенова, ее слова написаны моим композитором, моим учителем, композитором нашим Бахшаном Макашевым, будет новый пример песни. Значит, кроме этого будет моя песня, написанная мною песня, ну и известные песни, значит, и несколько песен, которые в моем репертуаре лично только. Ну, вот так же будут принимать участие, обязательно, конечно, будут принимать участие, отозвались мои коллеги, друзья, которые, с которыми работаем вместе, значит, мы все условно называемся «Творческое мнение Филичита», значит, вот коллектив «Эстель» будет танцевать, значит, с новым номером будет, великолепный профессионал ансамбль танца «Живек Жоле», значит, будет новая премьера нового коллектива с новым танцем, тоже интересно очень, значит, Абута Дукенова, значит, готовится к Ивановичу Жакенову, тоже новый коллектив, по-моему, и так они вдвоем, мне кажется, что. И что еще сказать? Ну, будет и что-то. Будет, будет интересно, что вы можете послушать, да? Конечно, будет. Вот в первом концерте я выступал с джаз-бэндом, значит, то в этом концерте решил выступить с казахским нашим замечательным оркестром, тем более в прошлый раз, в те годы его не было, сейчас у нас есть собственный, шикарнейший, просто великолепный профессиональный коллектив на ансамбле казахских народных инструментов под руководством Назубека. Вот, с ними будем работать. Ну что ж, мы ждем очень сильно. Скажите, а насколько вам помогает поддержка друзей, людей, которые рядом, которые вас окружают, вот в организации таких мероприятий, в принципе, во всей вашей деятельности? Я просто, я просто безумно счастлив тем, что у меня есть очень много друзей. Я по жизни очень много собрал друзей. Я вот, когда говорю, что друзей много не бывает, там их несколько и так далее, я не могу согласиться с этим. Я, допустим, считаю людей, не считая, что дружба может как-то прекратиться, как-то может остаться где-то и так далее. То есть, если с человеком подружился, то это, ну, во всяком случае, пока, слава богу, не было такого момента, чтобы каким-то расстались врагами и так далее. То есть, говорят, от любви до недостей один шаг, но слава богу, в моей жизни не было. Если друг, то друг остались. То, конечно, друг – это понятие такое, оно постоянное. Конечно, мы можем не видеться друг с друзьями, но остаться в дружеских отношениях и только при встречах опять же распространено объятия, разговоры и так далее. Поэтому очень много в жизни мне, очень много в жизни сыграли друзья. Люди, которые незнакомые стали друзьями, которые каким-то образом сыграли в моей жизни очень много. Очень много знакомых людей, которые, опять же, сыграли в моей жизни большую роль, значит, кто-то помогает мне морально, кто-то даже материально. Ну, есть такие друзья, которые, ну, вот, есть, у нас, у нас такой народ, что мы должны как бы делиться. И я просто бесконечно благодарен тем людям, и все, что от меня, вот, есть возможности. Я как бы пытаюсь вернуть морально, своей дружбой. Поэтому я очень ценю, когда тебе дарят машины, когда тебе, ну, просто помогают в них в ситуациях разных. Это, это дорогого стоит. И не, тут не зависит от суммы, тут не зависит от, просто зависит от человеческих отношений, от человеческого сердца. Поэтому я ценю вашу дружбу, друзья мои. Я всех вас приглашаю на концерт. Я вот в сфере, вот, в сфере творчества очень много, очень много сейчас появилось молодых людей, моих старых друзей, тех людей, тех людей, которые в Кустанае, имена которых известны далеко даже не только за пределами, не только в Кустанае, далеко за пределами его. Очень много у меня друзей, поэтому, кстати, часть из них будет принимать участие в концерте, да. Ну, говорят, что тот человек, у кого есть друзья, он по-настоящему богат, независимо от материального, либо другого какого-то положения. Поэтому вы поистине богатый человек и счастливый, это очень приятно. Друзья мои, я напоминаю, что Арастан Курманов объявил для вас розыгрыш. И вопрос заключался в том, заключается в том, что когда впервые прозвучала песня «Кустанай», здесь Кустанай, в исполнении Арастана Курманова. И вот есть варианты ответов, к нам уже приходят. Ну, а пока приходят, пусть еще немного приходят. Да, да. Хочу вас спросить, как к вам приходят идеи написания песни? Вот как вы вдохновляетесь? Я очень долго не мог сделать свой собственный первый концерт. Значит, долго к нему ушел, потому что у меня была вот категоричная, я вот думаю, что концерт должен состояться из моих собственных песен. То есть тех песен, которые написаны для меня, которые написаны мною. И очень долго я его рождал. И вот в 2011 году он такой состоялся. То есть больше половины, там практически 80% была из моих песен. Звучали песни «Кустанай», «Кустанай говорит юности наши», значит, народные песни. И 8-9 песен, которые написаны были для меня, со мной, значит, в моем соавторстве. Великолепные, значит, опять же, композитор Вахача Макашев, значит, наш кустанайский автор, учитель мой, значит, очень много песен написал, его песен, но очень много в моем репертуаре. Вот я по мере выступления и очень часто выступаю, же, вы знаете, особенно езжу часто, я отдельно хочу даже сказать о Сосновом Боре, этот великолепный, замечательное такое место наше, Сосновом Боре. Там, получается, раз в месяц, два раза в месяц, а летний период даже четыре раза в месяц. Значит, я провожу концерты, там аудитория, там стола, 200 человек, иногда меньше, иногда больше, но они со всего Казахстана, со всего, ну, приезжают с ближайших, значит, регионов, значит, российские, с Германии приезжают, очень много, значит, наших соотечественников, ряд отдыхает. И вот там я столкнулся с такой, не проблемой, это наоборот, для себя понял, открыл, что очень много людей хочет услышать, желает услышать песни своей молодости, допустим. Конечно же, когда новые песни появляются, если они интересны, я очень скептически вот в выборе песен, для меня песни непонятными словами, это вообще, как бы, не моя тема абсолютно. Значит, молодежные ритмы и так далее тоже, к сожалению, может быть, они где-то хороши, они слушаются приказом, но, во-первых, в моем исполнении они уже смотрятся, как бы, для слушателей моего поколения, они уже как-то думают, да, что с ростом, значит, конечно, есть они, конечно, есть, и на различных мероприятиях, и на по просьбе, иногда сам, значит, балуюсь и поешь, конечно. Но в основном люди хотят услышать известные песни, поэтому в этом концерте будут также и песни, которые, значит, всеобщие, любимы народом, и, значит, я буду исполнять разные песни. И, естественно, опять же, в том же «Сосновом Боре», это вот наиболее вот такой частый концерт, значит, каждой неделе практически песни на разных языках, естественно. Я очень благодарен судьбе, что есть у меня такая возможность выучить язык, на котором оригинал этой песни, значит, спеть его максимально оригинально, и очень рад, что, вот, выложив его в интернет, я слышу, допустим, от итальянцев, что это максимально точное исполнение, значит, ну, англичане не писали, конечно, но у меня... Ну, а вы имеете в виду какую-то конкретную песню, или в целом имеете в виду, что на другом каком-то языке? Просто если это какая-то конкретная песня, я бы очень хотел, чтобы мы утром сегодня, может быть, порадовали гостей, если это возможно, конечно, наши... Ну, давай немножко чуть попозже сейчас тогда, конечно же. Я... К тому, что, вот, допустим, раньше мы пели, в Советском Союзе было так, ну, там, для нас это там, услышать, что радио Монте-Карло, там, так далее, списать с нее, значит, услышать, на мотофон записать, а потом, как с мотофона слышится, мы называли это птичий язык, то есть, как слышали, так и пели. То есть, это было клево, шикарно... Была атмосфера, да, была атмосфера, да, там, и наши ребята играли, значит, великолепные, значит, Зочи, там, Мы, там, Казанцы, ну, все, 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 все пели иностранные песни, практически, значит, максимально знакомые слова, то есть, как слышали, сейчас такое не проходит, но сейчас есть интернет, слава богу, то есть, Google в помощь, открываешь текст, и все, и учишь, и, конечно же, с оригиналом, значит, получается так, поэтому не проходит, потому что очень часто бываешь где-то, да бывают иностранные гости, ну, и просит, конечно, песню, и бывает очень приятно, когда говорят, ну, мы все прекрасно понимаем, то есть, это, ну, замечательное исполнение, то есть, слова, тексты и так далее. Ну, на самом деле, вот, если говорить о том, ну, не только об исполнении, о том, как вы исполняете, вот сейчас очень много я слышу от людей о том, что нужно развивать свой личный бренд, нужно создавать своим образом визитную карточку, но для нас, для Кустанайской области, вы являетесь тем брендом, тем лицом, который представляет нас, как на казахстанском международном уровне спорта, это Геннадий Головкин, так же и для Кустанайской области, вы тоже любитель, да? Так же для Кустанайской области, вы, как певец, как человек творческий, как деятель культуры, я уверенно могу сказать, что являетесь той самой визитной карточкой, тем человеком, который продвигает нас везде и является эталоном. Так вот, друзья, 26 мая в областной филармонии, в 18.30 состоится концерт Арастана Курманова, и мы обязаны его посетить, потому что это будет шикарнейшее мероприятие. То, что делает Арастан, великолепно всегда во всех его проявлениях, и я уверен, что это будет очень интересно. И те друзья, которые вам помогают, и вы сами вложите правильную энергетику в это мероприятие, как и всегда, во все то, что вы делаете. Но, в принципе, я думаю, можно подвести итоги нашей викторины. Ну, конечно. Да, уже узнать, что написали нам люди. Я не знаю правильного ответа, знаете его только вы, поэтому я буду зачитывать, и потом я зачитаю варианты ответа, которые к нам пришли, а вы скажете, есть ли среди них верный. Друзья, у нас был вопрос о том, когда впервые прозвучала песня «Кустанай» в исполнении Арастана Курманова, здесь, в Кустанай. Итак, вот следующие варианты. На дне города в 2004 году, 29 августа 2009 года, 17 августа 2007 года, в 1998 году, 26 сентября 2016 года. Опять вариант, что в 1998 году, 11 января 2006 года, 26 сентября 2016 года. Ну, 16-го года, вы что, ребята? Песня «Кустанай» написана нами. А, я извиняюсь, здесь есть правильный ответ? Да, есть правильный ответ. Все, хорошо, тогда продолжайте. Да, то есть продолжается еще, да? Нет, тогда вы продолжайте. Я просто хотел уточнить. Просто я думаю, а вдруг нет ответа? Вы сейчас раскроете его все. Нет, 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 нет. Есть, есть, есть правильный ответ, да. Все, отлично. Значит, вы же говорите ответ. Да, можно. Если он есть, то давайте объявим. Да, вот в это время где-то, вот в весеннее время, значит, Дамир Калкаев пришел к нам в коллектив. Мы тогда работали, руководителем был Андрей Короченко, Николай Казанцев, Андрей Гочеренко. Значит, и пригласили они меня, значит, вокалистом. Мы работали, и к нам пришел коллега наш, Дамир Калкаев, и сказал, что есть песни, которую можно было исполнять. Нам всем понравилось, и Андрей Короченко буквально, там, не знаю, за короткое время сделал фонограмму, значит, и она буквально за несколько месяцев, буквально до дня города, она как бы, ну, стала, ну, как мы говорили, Кустанай, и она, в принципе, написывала неплохо. Сейчас, конечно, звуки их послушаешь, немножко смешное получается, но в то время это было неплохо, и такой драйв был от нее, то есть мы по-своему там, и все. И в 98-м году она впервые прозвучала на дне города, вот с приглашения нашего великого маэстро Шамиль Сеевича, значит, мы показали эту песню, он сказал, что да, эта песня может звучать на дне города, и мы ее исполнили. Правильный ответ в 98-м году. В 98-м году, да. Ну, было два варианта ответа, которые нам, люди нам написали, что в 98-м году, сейчас посмотрю, который из них пришел раньше. Так, абонент, чей номер начинается на 3-семерки, заканчивается на 22-10, вы становитесь победителем в этой лотерее, в этом розыгрыше от Арестана Курманова. И вот знаете, что мне интересно, люди писали, пишут, вот здесь точные даты, 11 января, 17 августа, 29 августа, они знают и помнят каждый ваш концерт, понимаете, что важно. И это большой показатель того, что действительно ваше творчество востребовано, ваше творчество необходимо, и концерт 26-го мая, я уверен, пройдет на ура. Но напоследок хотелось бы у вас узнать, что еще хотелось бы исполнить, спели ли вы самую главную песню в своей жизни, либо она еще впереди? Вот, слава богу, что хороших песен очень много, очень много, и я очень рад тому, что очень много пишется, очень много пишется. В свое время, в свое время, вот, казахские песни вмещались в один большой такой толстый, объемный, значит, песенник, назывался Аул Кейши Кунгальда. А там были очень много хороших песен, но был один всего лишь учебник. Ну, максимум, сейчас очень много пишется песен, и среди них есть соль, есть очень много хороших, замечательных песен. К одной из песен я шел очень 12 лет. Я очень люблю эту песню, она, кстати, прозвучит в концерте, и именно по просьбе друзей, зрителей, знакомых и так далее, в интернете мне пишут. А эта песня будет в концерте? Это, да, это будет песня в концерте, значит, одна из двух песен, Кустана, естественно, будет, и песня «Либерта». Да, она для меня очень дорога, потому что, когда еще в юном возрасте мы слушали Альбана и Рамина Пауэр, когда исполнили, но она зацепила меня вот в 90-х годах, в 97-м, 98-м году, когда Альбана исполнил ее сам в Москве, на вечерах Сан Рема в Москве, и просто я был поражен ею. Я еще, я просто думал, нет, так невозможно исполнять, потому что он велик, ну, просто он, ну, божественный голос после Бачели, вернее, вот итальянцы эти мне вот сводят с ума, что Каризи Альбана, что Бачели. И я думал, нет, я не исполню, но все равно шел, шел, шел к ней, потом, и вот буквально в 10-м году был здесь Владимир Сатлыганов, такой замечательный аранжировщик. Я его достал, говорю, давай, Володя, попробуем сделать эту песню, попробуем. И они в соавторстве с замечательным гитаристом Олегом Ерохиным записали фонограмму. Причем я, когда эту песню исполнил на международном конкурсе в Санкт-Петербурге, не очень люди поразились, говорят, а кто, это оригинально, это вообще оригинал. То есть они даже, это лучше, чем оригинал написано. И с тех пор, в 11-м году я ее исполнил на конкурсе, с тех пор я ее пою, конечно, и где бы не звучало, тоже притягиваю себе зрителей. Поэтому эта песня будет тоже на концерте. Вот, я думаю, что эти две песни, горячо любимые. Конечно. Нет таких песен, которые теперь хочется исполнить, потому что все песни хорошие я буду исполнять. То есть я думаю, что нет пределов, то есть... То есть вы еще хотите очень много достигать, много песен исполнить? Ну, надо, конечно, надо. Я понимаю, что возраст свое берет, но я буду стараться по возможности, как только мне Аллах дает, петь дальше. Позвольте с вами не согласиться. Независимо от возраста, вы всегда очень уровнево и шикарно все исполняете. И об этом говорят повсеместно, везде. Вот, и могу повториться, и вы сами сказали о том, что Аким приглашал вас представлять Краснодарскую область на экспо, и очень много людей говорит о вашем творчестве. Поэтому возраст тут не помеха. Вот, человек либо талантлив, либо нет. Вот, и спасибо вам за ваш талант, за то, что вы делаете, за то, что есть возможность посещать такие мероприятия и концерты, и просто общаться с вами, находясь здесь, в студии программы «Разбудильник». Спасибо за приглашение. Есть маленькая просьба, споем? Вот провоката. «Мама, sono tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è più bel giorno per me. Все остальное можно услышать на концерте. 26 мая в областной филармонии 18.30. Приходите на концерт Арестана Курманова и наслаждайтесь тем, что он делает, потому что это поистине очень шикарно. И спасибо вам за то, что вы делаете. Спасибо вам, могу говорить всегда. Ну и есть небольшой подарок для вас. Вот такой сладкий тортик от наших спонсоров. Пусть он поднимает вам настроение, радует и, конечно, заряжает на новые достижения. Друзья мои, я напоминаю, что сегодня у нас в студии в гостях заслуженный деятель культуры Республики Казахстан Арестан Курманов. Это уважаемый, очень шикарнейший вокалист. Много говорить не нужно, потому что каждый из вас знает все, что он делает и каждый из нас любит его творчество. Поэтому мы продолжаем. Программа «Разбудильник» движется вперед. Ну а Арестану Курману, так же, как и вам, я желаю хорошего настроения. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»